Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев провел прием граждан в столице Верхней Волжи. Тверичане обратились с различными просьбами и пожеланиями. В ходе беседы были выявлены основные проблемы и намечены пути решения. Подробности у Анастасии Новичковой. Депутат Госдумы Владимир Васильев регулярно проводит встречи с жителями на своем избирательном округе. На этот раз вести прием ему помогал депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Первым обратившимся стал Игорь Сторожев. Он обозначил проблему с транспортом для маломобильных граждан. Людям с ограниченными возможностями тяжело передвигаться на дальние расстояния самостоятельно. А с помощью такси это невозможно, поскольку автомобили технически не оснащены необходимым оборудованием. Социальная служба отвечает только за то, чтобы доставить инвалида в больницу. Для каких-то специальных мероприятий, связанных с его здоровьем. Зачастую так. А вот то, что касается регулярной ежедневной жизни человека с ограниченными возможностями, какие-то поездки на культурные мероприятия, отдых, еще что-то. Ну, уже муниципальные средства, уже как бы этого не хватает, этих средств. В связи с этим предложили одно из решений проблемы. Внедрить новые авто, которые будут технически приспособлены для транспортировки граждан с особенностями здоровья. За основу хотят взять автомобиль Lada Largus и адаптировать его под необходимые условия. Владимир Васильев заверил, что этот вопрос не останется без внимания и будет решен в ближайшее время. Следующим не менее важным стал вопрос профориентации детей из детского дома. Директор Центра кадетского воспитания Валерия Федотова выступил с предложением знакомить детей с профессиями, начиная с шестого класса, чтобы к моменту их выпуска они выбрали направление и будущее место работы. Чтобы они были в профессии, были заняты, трудоустроены. А у коллег, которые обратились с предложением, им нужны специалисты, рабочие. Руководители крупных автосалонов-дилеров готовы оказать содействие и показать ребятам нюансы работы и технологию производства. А в дальнейшем предоставить рабочие места с достойной оплатой труда. Владимир Васильев поддержал эту инициативу и напомнил, что президент Владимир Путин поручил подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий. А значит, надо выполнять.